В прошлый раз мы говорили с вами об античной цивилизации. Сегодня мы посмотрим, как основные принципы античности трансформируются в эпоху европейского Средневековья. Само понятие Средние века является достаточно условным. Во-первых, очень сложно определить его хронологические рамки. Традиционно считается, что эпоха Средних веков в Европе делится на три больших периода. Это раннее Средневековье с V по X век, так называемое высокое или классическое Средневековье с XI по XV века и позднее Средневековье, которое охватывает XVI начало XVII века. Но дело в том, что существует также понятие раннее новое время, которое тоже приходится на этот период XVI начало XVII века. Поэтому некоторые историки заканчивают период Средних веков условно 1500 годом или 1492 годом, когда Колумб открыл Америку, а некоторые продолжают эпоху Средних веков до начала английской революции в 1640 году. Как вы наверняка понимаете, эпоха Средневековья представляла собой определенный синтез античных и варварских начал. Из античности Средневековье пытается взять рационализм, идею сильной императорской власти. Варварские начала — это принципы военной демократии. И понятно, что в эпоху раннего Средневековья варварские начала как раз и побеждают. В какой-то степени это можно было даже считать прогрессом, поскольку варварские начала в гораздо большей степени, чем античные, были приспособлены к концепциям христианского мироустройства. А мы уже говорили с вами о том, что в эпоху античности отсутствовало понимание о ценности каждой личности, представление о том, что каждый человек может играть какую-то определенную роль в обществе и в государстве. Христианство же рассматривало людей как созданных равными и равными перед Богом, и в этом плане средневековая цивилизация к человеку относилась даже более бережно в целом, чем цивилизация античная. Во всяком случае, рабства в эпоху Средневековья уже практически не было, а крепостное право не носило столь всеобъемлющего характера, как, к примеру, в России. Важным моментом средневекового мировоззрения был теоцентризм. Дело в том, что человек в эпоху античности был ориентирован в первую очередь на космос. Сам человек понимался как микрокосм, маленький космос. Познавая космос, познавая природу, люди познавали себя, познавали общество, познавали Бога. Теоцентристские концепции Средневековья предполагали, что познание мира, общества и человека должно идти через познание Бога, через познание божественной сущности. Поэтому основным источником знаний в эпоху Средневековья была Библия. Фактически все знание заключалось в том, чтобы правильно понять, истолковать, и переложить те данные, которые дает Библия, на понятный всем людям язык. Напомню вам, что в античности концепция времени воспринималась как цикл. То есть люди, которые жили в Древней Греции и в Древнем Риме, считали, что прогресс как таковой относителен. Речь идет о том, что общество по сути и не развивается, а все постоянно повторяется и возвращается на круги своя. В эпоху Средневековья появляется концепция линейного развития. И это еще один важный момент, который отличает Средневековье от античной цивилизации. Вся история человечества понималась как некий процесс движения к единой цели, к моменту, когда состоится второе пришествие Христа. Поэтому данная концепция была не только линейной, но еще и эсхатологической, то есть была ориентирована на завершающий процесс истории. Это слово происходит от та эсхата, конец, о чем мы с вами уже говорили, когда обсуждали концепции исторического развития общества. Эсхатологичность мировоззрения была вообще свойственна средневековому человеку. Время они практически не измеряли. Те точные приборы для измерения времени, которые существовали в эпоху античности, в Средневековье были довольно прочно забыты. В VIII веке н.э. Например, халиф Гарон аль-Рашид подарил правителю Карлу Великому водяные часы, клепсидру. Это изобретение настолько понравилось Карлу Великому, что о нем стало известно во всей Европе. Таких точных приборов в то время делать просто-напросто не умели. Минуты вообще научились считать только в XV веке, а секундная стрелка появилась на часах еще позже. Совершенно обычным для эпохи Средневековья было назначить свидание, к примеру, на святой неделе. То есть не просто в определенный час или в определенный день, а вообще не измеряя время промежутками меньше, чем недели. Ясно, что Средневековый человек все время ожидал того конца света, который был ему предсказан и в какой-то степени даже предопределен. Знать абсолютно точно, когда наступит этот конец света, Средневековый человек не мог. Поэтому в это время распространяются очень широко идеи конца истории. В 1000 году в некоторых районах Европы жители даже не сеяли хлеба, потому что они точно знали, что конец истории наступит именно тогда, через тысячу лет после рождения Иисуса Христа. Когда в 1000 году конец света так и не наступил, Средневековая Европа стала ждать следующего конца света, уже в 1033 году, через тысячу лет после смерти Иисуса Христа. Считалось, что сакральным, то есть священным знанием о конце света должна обладать католическая церковь. Поэтому всю историю Средневековья пронизывает борьба за влияние на церковь. Особенно активной была эта борьба среди светских феодалов. В эпоху Высокого Средневековья развернулся так называемый процесс борьбы за инвеституру, то есть за право назначения духовных феодалов. Церковная власть хотела оставить это право за собой, а светская власть хотела сама назначать священников для того, чтобы можно было влиять на церковь хотя бы таким способом. Особенно ожесточенная борьба разгорелась за право обладания папским престолом. Вокруг римских пап на протяжении всех Средних веков существовали так называемые аристократические круги, которые постоянно боролись друг с другом за право посадить своего представителя на святой престол. Процесс избрания папы римского достаточно непрозрачен. Проводятся так называемые конклавы, то есть закрытое заседание, на которых все кардиналы, то есть представители высшей курии римской церкви должны голосовать за того или иного члена курии, которого они хотят видеть новым папой римским. Подобная процедура избрания позволяла различным кругам влиять на процесс принятия решений. Особенно активно на процесс принятия решений в Риме пыталась оказать влияние французская корона. В 1309 году папский престол был насильно перевезен из Рима во французский город Авеньон, где находился на протяжении почти 70 лет. Этот период в истории римской католической церкви получил название «Авеньонское пленение пап». Некоторые группировки были недовольны тем выбором, который сделала курия кардиналов. Поэтому они собирались отдельно и могли даже выбрать собственного папу. Бывали времена, когда в Европе одновременно существовали два и три римских пап. Таких пап, которые избирались вне официальной курии, стали впоследствии называть антипапами. Если вы возьмете список лиц, которые занимали когда-либо римский католический престол, среди них обязательно вы увидите антипап. Ориентация на духовное познание, на изучение Библии не позволила средневековой европейской цивилизации особенно активно развиваться в технологическом плане. Как мы с вами уже сказали, многие технические приспособления, известные во времена античности, были прочно забыты жителями средневековой Европы. К примеру, они научились обходиться без водопровода и канализации. Мостовых ни в одном европейском городе не было вплоть до XII века. В конце этого века первые мостовые появляются в Париже. До XIV века в Париже не существовала даже системы вывоза мусора, и все нечистоты сваливались непосредственно на улицы. Жители германского города Рейтлингена в конце XV века просили короля Фридриха II не приезжать к ним в город, поскольку это несколько опасно для него. Фридрих не послушался и на одной из улиц города чуть не утонул в грязи вместе со своей лошадью. Если Древний Рим был известен своими термами, то таких терм или бань в средневековой Европе практически не было. Понятно, что подобное отсутствие гигиены вместе с антисанитарией на улицах городов приводило к вспышкам страшных эпидемий, таких, например, как эпидемия холеры или знаменитая черная смерть, эпидемия чумы, которая постигла Европу в середине XIV века. Справиться с этими эпидемиями было практически невозможно, поскольку уровень медицины в средневековой Европе заставлял желать лучшего. Дело в том, что около 1300 года медицинский факультет Сорбонны прямо высказался против хирургии как отрасли медицинского знания, а первый анатомический театр появился в Европе только в 1594 году. Правда, германский император Фридрих Гогенштауфен проводил эксперименты над людьми, но медицинскими их можно назвать только очень условно. К примеру, он приказал накормить двоих людей до отвала, потом одного заставил спать, а другого заставил бодрствовать. Через некоторое время по его приказу оба человека были убиты, а их желудки исследованы на предмет того, у кого пища лучше усвоилась. Или, к примеру, по его приказу человека заперли в герметичный металлический ящик. Когда человек умер там от удушья, ящик вскрыли и не обнаружили там души. Отсюда Фридрих сделал вывод, что у человека этого души не было. Если в эпоху раннего средневековья в Европе практически не было крупных городов, то в эпоху высокого средневековья города появляются. В таких городах создаются цеха и гильдии объединения ремесленников и купцов. Каждый ремесленник, который желал заниматься производством того или иного товара на территории города, должен был вступить в специальный цех, а для этого сдать специальный экзамен, изготовить шедевр, то есть образец своего производства и устроить пирушку для членов этого ремесленного цеха. Аналогичным образом создавались и купеческие гильдии. Можно даже считать цеха и гильдии первыми формами профсоюзных объединений. Ясно, что многие члены цехов постепенно богатели и, конечно, хотели сами принимать участие в процессе управления городом. Такие города разворачивали борьбу за свое освобождение из-под власти феодалов. Во многих из них формировались специальные органы самоуправления, так называемые коммуны, которые, по сути, дожили и до нашего времени в форме системы местного самоуправления. Города могли создавать целые группы для реализации своих политических и экономических целей. Если до эпохи Высокого Средневековья в Европе существовали объединения скорее религиозно-политические или чисто политические, такие как, к примеру, Священная Римская империя, то, начиная с XIII-XIV века, появляются объединения городов по экономическому признаку. Классическим примером такого блока городов можно считать Ганзейский союз, или просто Ганзу, который объединял многие города Северной Германии, такие как Бремен, Любек, Гамбург, Данцик и многие другие. Фактории ганзейских купцов существовали во многих городах Северной Европы, в том числе в таких как Лондон, Стокгольм и даже наш Новгород. Под воздействием экономического фактора сословное разделение общества, конечно, сохраняется, но в нем происходят серьезные изменения. К примеру, в это время многие европейские страны просто отменяют крепостное право, оно становится невыгодным с экономической точки зрения. Гораздо проще иметь человека в своей экономической зависимости, предоставлять ему землю или орудие труда, или помогать ему содержать его ремесленную мастерскую, нежели использовать его рабский труд, к тому же за этим человеком нужно будет постоянно следить, чтобы он не убежал. Понятно, что отказ от крепостного права повышал позиции и других социальных групп. В частности, дворяне и духовенство пытались оказывать даже влияние на королевскую власть, и в некоторых европейских государствах в XIII-XIV веке создаются первые европейские парламенты. Можно говорить об английском парламенте как одном из первых органов, который был призван ограничить власть английского короля. Считается, что первые заседания такого парламента состоялись еще в 1265 году, а примерно через полвека некое подобие такого же парламента, Генеральные Штаты, было создано и во Франции. В это время оформляется так называемая феодальная лестница, то есть распределение людей в системе сословной иерархии в зависимости от их происхождения. На самом верху этой лестницы стояли дворяне и духовенство. Между ними в разных государствах и в целом на европейском уровне существовала даже определенная борьба за господство. Понятно, что папы римские считали себя гораздо выше, чем любой из европейских королей, но время от времени то английские, то французские, то немецкие монархи пытались оспорить такое монопольное положение римского папы. Дальше находились купцы и ремесленники, которые тоже делились и на цеха, и на гильдии, и на уровне в зависимости от своего богатства и возможностей. Еще ниже находились крестьяне. В тех странах, где еще существовало крепостное право, они сами распределялись на группы в зависимости от своего имущественного и социального положения. Необходимо подчеркнуть, что процесс перехода из одной социальной группы в другую, так называемый процесс социальной мобильности, в средневековом обществе был весьма затруднен. Конечно, и тогда существовали примеры, когда человек, являвшийся изначально крестьянином, занимал пост в руководстве католической церкви или, к примеру, становился дворянином. Но количество таких примеров очень невелико. Самое известное из них — это Жанна Дарк, обычная крестьянская девушка, которая из-за того великого вклада, который она внесла в историю Франции, была удостоена дворянского титула. Из-за монопольного положения дворян и духовенства в системе феодальной лестницы историю Средних веков нередко воспринимают как историю феодальных войн. Такие события, как Столетняя война, война Алой и Белой Розы в Англии или многочисленные междоусобицы между германскими князьями, конечно, в значительной степени определяют наше представление о Средневековье. Почему же каждый человек не мог принимать посильное участие в политических процессах в условиях европейской средневековой цивилизации? Дело в том, что деградация общественной жизни в раннее Средневековье по сравнению с античностью очень сильно ударила, в первую очередь, по нижним слоям общества. Поток информации сократился. Хороших дорог практически не было. Путешествие из одного города в соседний было сопряжено с многочисленными трудностями, в первую очередь, с огромными получищами разбойников, которые наводняли пути сообщения. В связи с этим обмен информации между странами был весьма затруднен. Первые школы, правда, создаются уже в VIII-IX веках, но учиться в них могут только дети самых знатных дворян и только представители духовенства. Отсюда повальная неграмотность, которая была в Европе в эпоху раннего, а в значительной степени высокого Средневековья. К примеру, знаменитый король Карл Великий фактически так и не овладел до конца жизни грамотой. Впрочем, подписываться он умел, но какой-то более сложный текст ему явно был не по силам. Материал для письма в Средние века был очень дорогим. Если в античную эпоху люди писали на папирусе, то его запасы в Италии очень быстро иссякли, а доставлять папирус из Египта в большинстве случаев было невозможно, так как арабы, а впоследствии турки, не очень-то шли на сотрудничество с европейскими купцами. Поэтому фактически грамотность стала уделом только очень и очень богатых людей. Только в начале XII века в Европе основывается первый христианский университет. Это был Болонский университет, который существует и до сегодняшнего дня. Количество студентов в нем на протяжении многих веков было невелико и составляло всего несколько десятков человек. Представьте себе преподавателя, который сидит на стуле в окружении своих учеников и держит в руках достаточно длинную около двух метров палку, которую он может достать до любого студента, в том случае, если тут нарушает дисциплину. Дело не только в палочной дисциплине, которая существовала в средневековых университетах, но в том, что все ученики находились от него на расстоянии не более чем двух метров. Нехватка знаний о внешнем мире и отсутствии нормальных средств передвижения делали европейскую культуру самозамкнутой, а европейское общество самодостаточным. Европейцы не слишком стремились к тому, чтобы узнавать другие страны и расширять свое влияние на какие-то новые территории. Поэтому мы говорим с вами о том, что европейская цивилизация тоже, точно так же, как и восточная, не носила экспансионистского характера. Единственным исключением, пожалуй, можно считать викингов, которые населяли страны Северной Европы. Об их походах вы, конечно же, знаете. Викинги освоили не только Исландию и Гренландию, но около тысячного года добрались даже до побережья Северной Америки и основали там свою колонию Винланд. Впрочем, количество викингов, которые осуществляли эти походы, считается сравнительно небольшим. То есть, в лучшем случае, около двух-трех тысяч воинов постоянно находились в таких морских разъездах, а основная масса населения все равно продолжала жить все в тех же самых городах, что и их предки. Понятно, что уровень экономического развития различных регионов Европы со временем менялся. Некоторые регионы практически не изменили свое положение с эпохи раннего Средневековья. В других же наблюдался явный технологический прогресс. К концу Средневековья на первые позиции выходит Северная Италия, как регион более спокойный и в политическом, и в экономическом отношении. А кроме того, конечно, на стороне итальянцев был и тот факт, что они находились на территории бывшего древнеримского государства и могли хотя бы видеть те достижения, которые когда-то были сделаны римлянами. Понятно, что все это предопределило более быстрое движение североитальянских городов по пути технического прогресса. Этот период получил название «Эпохи Возрождения», и о нем мы будем говорить с вами в следующий раз. А наш сегодняшний урок на этом окончен. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok